Да ладно, давай сыграй. Покажешь, да, киску? Разбежавшись! Ты у вас боятся, что ли, есть? Высоцкого надо. Парне в горы тяни резки. Ребята, всем привет, с вами Хижина Музыканты, и сейчас будет новейший выпуск гитариста в русской чат-рулетке. Будем петь песни, общаться с людьми, юморить, прикалываться, короче, классно проводить время. Обязательно досмотрите до конца, потому что еще появится Баян. Где-то в середине видео, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал и погнали смотреть. Привет. Привет. Как дела? Че делаешь? Играю. Во что? Айзек. А, нормально. А ты что делаешь? Я тоже играю. Во что? Вот, давай, пожалуйста. Да ладно, нафиг тебе. Да ладно, давай, сыграй. Ну, давай, че ты хочешь? Король шут. А, крутая тема. Умеешь? Да, какую именно? А, давай, прыгнул со скалы. А, редкая ее игра, конечно. Ну, давай попробуем. С головы сорвал, видит мой колпак. Я хотел любви, но вышло все не так. Знаю я, ничего жизни не вернуть. И теперь у меня один лишь только путь. Разбежавшись, прыгнув за скалы. И вот я был, и вот меня не знала. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла. Батарейку давай. Да не, угораешь. Да давай. Это перебор. Нет? Почему? Не надоело, что ли? Нет, почему? Батарейку хочу. Ну, каждая называет батарейку, можно сказать. Да? Ну, это самое, типа, распространенное. Типа, когда видит гитару, сразу, а, батарейка, а, батарейка. Ну, мне-то не сложно, как бы, если. Поехали. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лап ушел, а я не твой, Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Ой, 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 батарейка. Ой, 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 батарейка. Спасибо. А ты что делаешь классно? Играешь? Я всю жизнь хотела научиться играть на гитаре, но что-то как-то не вышло у меня. На самом деле, типа, гитара одна из, ну, несложных. Не сложно, потому что я пыталась играть на фортепиано, пианино. Как бы мне преподаватели сказали, что у меня деревянные пальцы. Как бы у меня это все до конца жизни, наверное, заложилось где-то в голове, что у меня деревянные пальцы. Да, и я, меня когда учили на гитаре играть, я очень волновалась, нервничала, и у меня ничего не получалось. Ну, оно всегда так. Когда кто-то учит или кто-то ругает, не получается. Нужно самой просто начать. Типа, в домашних условиях, когда в кайф, когда никто не заставляет, только тогда получается. Это и с иностранными языками такая же тема, когда, типа, заставляют, над тобой давлеют, оно никогда не получается. Ничего не запоминается. Ты прав. Неужели ты только в игры играешь, что у тебя талант есть по-любому? Я рисую портреты. Я художник. Из Москвы? Нет, с Казани. Нифига себе. Это редкость. Ребята, многие девчонки в этом выпуске пытались или пытаются научиться играть на гитаре, я спрашивал, но, к сожалению, безуспешно. И я даже знаю, почему. Они не знакомы с таким приложением под названием Team Bro, который позволяет начать играть на гитаре уже сегодня. Давайте расскажу поподробнее. Первым делом скачиваем приложение Team Bro на наш смартфон, берем в руки гитару и начинаем учиться уже прямо сейчас. В настройках можно выбрать настоящую гитару или виртуальную, допустим, если у вас ее нет. Тогда придется как в игру играть прямо на смартфоне. Пока что я выбираю настоящую. А также можно выбрать гитару или пианино. Сейчас вы играете в режиме память. Ноты исчезнут после нажатия поехали. Вот так даже изучаете ноты на грифе, что очень полезно. Не просто на обум слепую играть, а еще и теорию подтягиваете. Короче, много полезных упражнений, мелодий, песен. С этим разобрались. Давайте попробуем разучить что-нибудь на пианино. Ну что, понравилось? Мне кажется, довольно увлекательное приложение, которое прямо затягивает. Поэтому качайте приложение Team Bro в Google Play или App Store. Оно бесплатное, поэтому ничего не теряйте. Но если пройдете по ссылке в описании, еще получите 50% скидку на премиум аккаунт, где доступны все уроки, упражнения, песни, мелодии без лимитов. Пользуйтесь. О, а это мы послушаем. Это рок, понимаете, ребят? Ребят. Вот и послушали. Привет. Привет. Как настроение? Прекрасно. Не, а серьезно, где находится? Мы сейчас посадали. Здорово. Я в Казани. Тоже в районе LA находится. Ну там. Ну да, недалеко. Татарин? Да. Мы тоже татарки. Не верю. Почему? Мы заферили. Как-то надо проверить. А-а-а. Как вас зовут? Рината. Диана. Раиль. Это уже сто процентов. Понятно. Не, ну имя-то ладно. Вы язык-то помните какой-нибудь? Если какой-нибудь татарский или татарский. Татарский, башкирский, да, какой-нибудь. Ну, в смысле, мы никогда не говорили полностью. Только знаем какие-то фразы, слова там. А-а-а. Чё так? Мало. У нас просто в семье не говорят. Не говорят вообще ни разу. Только если прям старше-старше, а так у нас, короче, не приучили. Ну, я понял. Ну, давай, что можно сказать? Давай. Нищик халяр, да? Эй, бед. Эй, бед. Я не знаю. Матур знаю. Еще, еще. О, давайте-ка. Ничего себе, да? Это получается, ну, я не знаю, не помню ее, конечно. Вот я ее, знаете, на чем играл? На баяне. Слышали о таком инструменте? У вас баян, что ли, есть? Да, ну, можно? Покажи-ка, откуда он у вас там? О, мы играем иногда. А, ну-ка, мастер-класс покажи. Не, я сейчас все уже достану. Так. Ё-моё. Ну-ка, забацай нам. Это... Я правильно вылетел? Я не знаю. Ты стильно выглядишь. Это аккордеон только. Я правильно держу? Может, просто еще? Ну, нет, так-то наоборот перевернуть надо. У меня вот ненейка моя очень хорошо играет. Кто? Ненейка. Ненейка? А что это такое, линейка? Бабушка. Ненейка, ненейка. А, понял. Ну, мы так не называем. Не слышно. А как? Эби-ка. Ну, или Эби. Ну, так и тоже слышно, но я вот так. Сыграй-ка, ну-ка. Душевно прямо. Я не умею играть, на самом деле. Ну, пару нот попади уж там. Вот же. Ты главное, да, лицо сделаешь, что ты проникновенно играешь, и тогда все получится. Они же так делают. Вот, губу прикуси, точно. Вообще сексуально, остальное вообще не надо. Боя, что сексуально? А что нет, смотри. Я тоже пока ты там ходил, достал. Сырой шишемели. Сырой шишемели. Это трэпчик, девчонки. Бит, бит, прикольный, вообще классный, мне нравится. Спасибо. Давай, твой черед. Да. Ну, ты можешь вот так сделать еще, смотри. Так, проехаться. Не, правый, правый. Вот так берешь. Но только тянуть надо этот мех. Вот так, смотри, тянешь. Слушай, на аккордеоне же играют всякие французские песни. Ну, под кроссом. Давай, ты делай вид, что ты играешь. Да, не, ты давай, ты делай вид, что играешь, а я тебе наиграю. Поехали. Французские песни. Французские песни. Французские песни. Французские песни. Французские песни. Французские песни. Офигенно играешь. Ну, так, музыкалку уж ходил в детстве. Ну, 20 лет назад. Да. 20 лет назад? Сколько вам лет сейчас? Я бальзамировался просто чуть-чуть на пару лет. Ага. А сколько лет-то? Ну, вот 29, прикиньте. О. А знаете, сколько нам лет? В каком месяце или в каком месте? В каком месяце 29? Вообще не похоже, скажем. Да, вообще. Ну. Вы на 10 лет старше нас. Вам 19, типа? Да. Да, ну 20 будет скоро. Ну, видите, всего лишь цифры. Абсолютно ничего не значит. Я выгляжу как ваш ровесник. Правильно? Выглядите, да. Пора познакомиться. Ребята, хотел с вами поделиться классной новостью. Мы, наконец-то, обновили мой основной сайт. Теперь он выглядит вот таким образом. И существует под доменом хижиномузыканта.рф. Заглядывайте в гости. На этом сайте мы объединили все мои основные направления. Это концерты, курсы и магазин мерча. Кстати, если вы хотите стать обладателем действительно эксклюзивного, классного мерча на тему моих песен, который шьется здесь вручную в Казани, переходите на наш сайт, посмотрите, что у нас есть. Это футболки, свитшоты, худи, стикеры, значки и вот такие вот браслеты. Можете сделать подарок себе или друзьям, тем самым поддержать меня. Сувенирка действительно качественная и классная. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить ребят из сайта kskill.ru, с которыми мы сделали такой замечательный сайт хижиномузыканта.рф. Поэтому, если вам нужен сайт любой сложности, обращайтесь к ним. Ссылочка будет также в описании. Ну и погнали дальше. Привет. Здрасте. Извините, я убрал. Штатив, что ли? Да, штатив. Как дела у тебя? У вас как дела, я первая спросила. Ага. Ну нормально. Слегка сонливо. У тебя? Мне так же. У меня время час двадцать, а я сижу здесь целый слушаю. Ой, господи. Уже Высоцкого слушаю. Уже Высоцкого? Ну-ка. Ну Высоцкого я не знаю, конечно. Высоцкого надо. Высоцкого надо. Высоцкого надо тебе. Вы что, прямой эфир идёте? Нет, ты чё? У них камера хорошая. А? Качество? Камера хорошая. Это 720 Logitech веб-камер, но это не супер качество. Просто свет, если выключить свет, вообще будет плохо. Ну вот у меня смотри так же. Здесь я свет выключу вообще. Вот. Все мне говорят, что стримишь. Я просто в комп пялю и всё. Все говорят. Да. Свет решает, они этого не понимают. Да-да. Чё тебе спеть-то, кроме Высоцкого, пока... Пожалуйста, я не могу. Я уже... Уже... У меня один мальчик здесь играл. Молоденький. Он тоже не знает Высоцкого. Я не знаю. Ты ищешь человека, который знает Высоцкого, да? Когда-то я пробовал одну песню. Давай-давай. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберёшь, плохо он или хорош. Парни в горы тяни риски, не бросай одного его, пусть он в связке водой с тобой, там поймёшь, кто такой. Сложно свистеть, блин. Просто я как заворожённая просто смотрела. Обалдеть. Очень круто. Молодец. Спасибо. Действительно неожиданно от девушки слышать Высоцкого. Ну, чтобы она хотела Высоцкого. Поэтому тебе респект тоже. Блин, сейчас мне очень плохо всё с зарядкой. Мне кошка её погрызла. Я сижу, и время, блин, почти. Час тридцать почти. Вот, я не знаю. Не заряжает, да? Я не знаю, я выкину скоро. Она всё перегрызла в этом доме. Купить тебе надо, да спрятать в шкафу куда-нибудь. Где? Покажешь, да, киску? Сейчас. Оу, май. Минуту. Я не знаю, правда, честно. Кошка-то. Ты спортсменка, что ли, в лосинах? Да. Я занимаюсь воркаутом. У меня, блин, будет без слуха, наверное. Вау. Блин, наконец-то я нашёл человека, который воркаутом занимается. Оу. Я чё-то не представилась. Меня зовут Лиза, а это Мона. Мы вместе, Мона Лиза. Вау, вот это класс. Меня Раиль зовут. Очень приятно. Мне тоже. Я хорошенькую. Перегрызла. Гробик делаешь, гробик? Что делаю? Да ты же воркаутом занимаешься, даже кушка такая. Убежала. Не свети. Попкой. Да, именно. Нельзя так. Ты элементы делаешь или просто занимаешься? Я просто так и гимнастикой занималась. Не особо много воркауте. Буквально полгодика. Я научилась благодаря этому подтягиваться. Типа большой воркаут. Да. Блин, ты крутая. Я могу сейчас показать. Блин, видишь, я не скипну. Вот, я места получала. Я думаю, сейчас... Чёткая у тебя форма, конечно. Спасибо большое. Так, это мой китайский, ещё китайский. Вот, кстати. Я же так и гимнастикой занималась, и вообще всем этим прочим. Ну, там у меня уже другая медалька за второе место. Вау! Сейчас, сейчас. Офигеть. Дальше, 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 дальше. Это вообще мощно. Вообще прокрутка сочная. Так что у тебя, да, воркаут красивый. Училась доворачиваться и обратно. То есть, вот здесь я держусь уже в шпагате. Я сейчас доработку сделала. Здесь опять с этой девочкой. Волосы-то, конечно, вообще покинули чат. И всё. Вау. Да ты вообще гибкая, да? Ну, так и гимнастика, извините, была. У меня танцы лет пять были. Хип-хоп, современная хореография, хореография. Я просто на танцы вперёд из песни отдала. Вот, я занималась танцем. Потом у меня волейбольчик год был. Вот. Ну, самая прям начиналась с гимнастики. Вот. Поэтому пластичность вообще. Ну, не зря, не зря. Во все стороны. Не зря, не зря. Нашла себя. Ну, сейчас подтягиваться научила. Слава тебе, господи, спустя полгода. Ты прям сразу отличаешься от восьмидесяти процентов девушек, наверное, потому что подтягиваться-то они не умеют. Вот так вот. В основном, да. А тебе сколько лет? Несколько выгляжу. Я всех спрашиваю. Мне прям очень интересно. Ну, девятнадцать, может быть. Семнадцать. Семнадцать? Я изучаю четвертый год китайский. Ну, пойдет четвертый год. Я, блин, я влюблена в язык, в культуру. Единственный минус, который мне не нравится. Я не могу получить гражданство в Китае, даже если я выйду замуж за китайцем. Да, у них что-то строго с этим. Да, то есть за десятилетия взять буквально три человека получили гражданство. Ну что, вот такой вот классный, юморной, позитивный ролик у нас получился. Если понравился выпуск, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал. Идем к четырем миллионам подписчиков. Ну, а в моем Телеграм-канале сможете скачать все песни, которые я играл в чат-рулетках в формате mp3. Также найдете неизданные реакции, близкое общение со мной, анонсы и самые-самые свежие новости в Телеграме. Ссылка в описании. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok